В эфире Амурского областного новости. В студии Евгений Макитрюк. Здравствуйте. Коротко о главных темах дня. Не греют батареи. Амурчане пожаловались губернатору на холод в квартирах в популярной соцсети. Еще больше операций. Уникальное оборудование установили в клинике кардиохирургии Амурской медакадемии. Ода Путину. Офицер Двоку посвятил видео-оду президенту России. Новый рекорд. Хореографический ансамбль «Ровесники» вновь попал в книгу рекордов России. Ну а теперь подробнее об этих и других темах. Амурчане пожаловались губернатору на холод в квартирах только за сутки. На страницу в Инстаграм пришло более 130 обращений. Особенно замерзают проживающие в угловых квартирах. Пожаловались напрямую Александру Козлову и жители Благовещенского дома по адресу Текстильная, 23. Как они зимуют, узнавала и наша съемочная группа. Большую подушку уложим, сюда утепляем. Еще мягкими игрушками утепляемся, чтобы у нас угол теплый был. Вот так вот делаем. Свою спальню Софья Николаевна называет настоящим холодильником. В угловой квартире это самая холодная комната. Например, здесь, в шкафу, хранятся соленья. Четыре года назад семья начала замерзать. В углу постоянно скапливается влага. Зимой стена в прямом смысле леденеет. Когда у нас более-менее на улице, когда у нас холодно, к нам не приходят. Ну батареи чуть теплые. Чуть теплые. Потом нам сказали, что у нас швы там все открыты. Ну в этом году, как вроде мы нам сделали швы. Ну в итоге, что у нас все то же самое остается. Все опять же холодно. По квартире ее обитатели ходят в теплых носках и спасаются обогревателем. Пенсионерка сетует, работает прибор практически весь день. За электричество в месяц набегает лишняя тысяча рублей. Но лучше платить за тепло, чем покупать таблетки. Такая проблема во всех угловых квартирах дома на текстильной 23. Его жильцы пожаловались в инстаграм губернатора. Только за сутки, 20 декабря, голове области пришло 136 таких обращений. О холоде в квартирах написали жители Благовещенска, Белогорска, Свободного, Зея, Шимановска, Усть-Ивановки. По каждой жалобе специалисты проведут проверку, подчеркнул губернатор на встрече с управляющими компаниями. «Почти до 5000 многоквартирных домов области. Соответственно, это большая работа, но она требует постоянного контроля, надзора и всегда будет оценена людьми, которые живут в этих домах. И, конечно, нужно в первую очередь руководствоваться законодательством тем нормами, теми требованиями, которые сегодня регулируют о том, сколько должно быть тепло в домах». На совещании озвучили по нормам. В жилых помещениях температура воздуха должна быть не ниже плюс 20 градусов. В угловых комнатах не ниже 22 тепла. Температура в домах может не соответствовать из-за неисправных систем отопления, низких параметров теплоносителя от котельной. Итоги проверок по холодным квартирам в правительстве подведут 29 декабря. Мариана Геворкян, Вероника Федореева, Михаил Величкин, Амурское областное телевидение. Выборы 2018 стали главной темой прошедшего в минувшие выходные съезда партии «Единая Россия». При Амуре представляли два избранных делегата – это Александр Синьков и Станислав Милюков. Также в работе съезда приняли участие секретарь Амурского отделения партии «Единая Россия» Павел Тихончук и мэр Благовещенска Валентина Калита. Итоги партийцы подвели в течение двух дней. В первый день работы на семи площадках состоялись дискуссии. Партийцы обсуждали результаты работы в 2017 году, а также планы на следующий – 2018. Среди тем – экономика и благосостояние людей, качество госуслуг, социальная сфера, образование, культура, здравоохранение, ЖКХ. В частности, на площадке «Качество государства» говорили о доступности госуслуг, противодействии коррупции, повышении эффективности и прозрачности госзакупок. На дискуссии по экономике роста и благосостояния партийцы обсудили развитие предпринимательства и промышленности, а также важные для Преамурия вопросы, которые касались аграрного комплекса. Во второй день работы съезда состоялось пленарное заседание. В нем принял участие президент Владимир Путин. Вся наша работа в экономике, в социальной сфере и в других областях должна быть нацелена на сбережение нации, на решение задачи демографического развития. Это современное здравоохранение и продвижение ценностей здорового, активного образа жизни, снижение смертности и увеличение средней продолжительности жизни в предстоящем году. Это новые школы, ясные детские сады, формирование современной среды для жизни в городах и поселках. С докладом о приоритетных задачах партии выступил и премьер Дмитрий Медведев. Он рассказал, что среди партийных проектов проведут оптимизацию. Это позволит улучшить систему администрирования и финансирования. Работа будет сконцентрирована на самых актуальных вопросах. Оптимизация проектов позволит повысить их качество и мобильность. Сейчас действует около 20 партийных проектов, в том числе театры малых городов, детские сады детям, российское село, здоровое будущее и другие. Также во время съезда прошла плановая ротация Высшего и Генерального совета в партии. Были приняты изменения в устав. Как сообщает прислужба партии, особенностью съезда стало обсуждение роли правящей партии в грядущих выборах президента страны. Единороссы поддержали выдвижение Владимира Путина. Съезд с пониманием отнесся к выдвижению Владимира Путина в качестве самовыдвиженца, потому что мы все понимаем, Владимир Владимирович сегодня это общенациональный лидер. И по большому счету Единая Россия, являясь правящей партией, отстаивает интересы и работает на интересы всего населения, вне зависимости от партийной принадлежности, вне зависимости от политических симпатий. Среди важных решений съезда решение об усовершенствовании механизма предварительного голосования. Так, для проведения единого дня голосования будет использоваться максимально открытая модель с участием всех зарегистрированных кандидатов. Единая схема будет применена в населенных пунктах, где проживают более тысячи человек. То есть во всех регионах люди сами определят, кого они хотят видеть кандидатами от Единой России на выборах. Анастасия Петраша, Мурское областное телевидение. В одном из многоквартирных домов в Серышеве произошел пожар. ЧП случилось в минувшее воскресенье. В огне погиб мужчина. Пожар произошел в многоквартирном доме на улице Чехова. Горела квартира на первом этаже. Сообщение о возгорании поступило в 15 часов 19 минут. Через минуту на место выехали пожарные. Огнеборцы установили трехколенную лестницу и задымленные квартиры на третьем этаже спасли четверых детей. Одновременно спасатели приступили к тушению пожара. Хозяйка помещения, а также две ее дочери и внук самостоятельно покинули квартиру. Возгорание было ликвидировано через 15 минут. Две комнаты и кухня оказались полностью уничтоженными огнем. В пожаре погиб мужчина, сообщает пресс-служба гражданской защиты и пожарной безопасности. Причины происшествия устанавливаются. Тем временем очевидцы предполагают, что к пожару могло привести неосторожное обращение с петардами, сообщает информагентство «Порт Амур». Искусственная почка и умный аппарат искусственной вентиляции легких. Уникальное оборудование установили в клинике кардиохирургии Амурской медакадемии. На современное оснащение лечебное учреждение направило 35 миллионов рублей. Деньги поступили из федерального бюджета. Теперь в клинике медики смогут делать еще больше операций на сердце и сосудах своим пациентам, а они в свою очередь быстрее проходят реабилитацию. С подробностями Марьяна Геворкян. Это у нас специальная панель, сенсорная. Отказываемся под пациентом. Дальше мы прицеливаемся. Новую рентгенустановку врачи клиники кардиохирургии только начали осваивать. Медики говорят, такого у них еще не было. Аппарат стоимостью 5 миллионов рублей делает рентген грудной клетки и снимок отправляется врачу сразу же по Wi-Fi. Так экономится время, а снимок не нужно распечатывать. Еще одна новинка клиники – многофункциональная кровать «Мультиуход». Она нужна тяжелым пациентам, чтобы избежать пролежней и привести непослушное тело в нужное состояние. Кровать может наклоняться влево и вправо для тех, кто долго находится на ИВЛ. Также она показывает вес пациента и сигнализирует, если появляется отечность. Таких кроватей в клинике появилось две – за миллион рублей и за полмиллиона. Но самое важное оборудование в реанимации – умный аппарат искусственной вентиляции легких. Он сам задает программу пациентам и решает, когда можно безопасно отключить человека от интубационной трубки. Не секрет, что появляются тяжелые пациенты, когда мозг врача даже не способен придумать, какой подобрать ему режим вентиляции. Все-таки автоматика анализирует пациента и принимает решения об изменении того или иного параметра гораздо быстрее, чем это делаем мы вручную. Новые возможности для клиники открыл аппарат искусственная почка «Мультифильтрат». Он крайне необходим при операциях на открытом сердце. Раньше пациентов, у которых во время хирургического вмешательства могли отказать почки, перенаправляли в другие центры. Теперь же клиника медакадемии сможет помочь и им. Также в учреждении появилась криоустановка для лечения аритмий на открытом сердце. Если у пациента была клапанная патология или ишемическая болезнь сердца, который шел на открытую операцию, и сопутствующее заболевание у него было, нарушение ритма, мы обязаны были таких пациентов отправить в другой федеральный центр. Сейчас у нас это оборудование появилось, и еще большее количество людей мы сможем лечить здесь на базе нашей клиники кардиохирургии «Агма». Новое оборудование появилось и в клинической лаборатории. Например, биохимический анализатор крови, кардиомаркер. Причем некоторые приборы еще не успели распаковать. А вот аппарат по определению свертываемости крови уже начал работать. Одновременно он может анализировать 37 проб, уходит на это 15 минут. А раньше – вручную. У лаборанта на такую же работу уходило не меньше полутора часов. Раньше мы работали вручную на обыкновенных банях водяных с температурой 37. Все это делалось, конечно, обыкновенными дозаторами, пробирками, водичкой тепленькой. А сейчас, естественно, подходишь к аппарату и заполняешь только диски реактивами и пробами. И все выполняется довольно-таки быстро. В этом году лечения в клинике прошли больше 2,5 тысяч пациентов от 10 месяцев до 95 лет. Большинство обратившихся – амурчане. Причем пациенты получают медицинскую помощь бесплатно и без долгих ожиданий. Марьяна Геворкян, Роман Юдаков, Амурское областное телевидение. Около 50 снежных и ледяных фигур, горки для отдыхающих разных возрастов и две кафе-палатки. В Благовещенске официально открылся снежный городок. Его готовность и безопасность проверила комиссия во главе с губернатором Преамурья Александром Козловым. Периметр городка украсили герои мультфильмов «Всем и родом из детства». Главная тема, которой придерживались создатели снежных композиций. Готова к работе праздничная иллюминация. В этом году изменена подсветка ледовых фигур. По-другому будет освещенный каток. Для этого использовали разноцветные прожекторы. Подсветку вмонтировали даже в ледплощадки. Рядом с катком ежедневно будет работать прокат коньков. С 10 утра и до 9 вечера со своими коньками вход бесплатный. Горки традиционно разделили по высоте. Три сооружения для самых маленьких, три средних горки и две больших. Высота последних более 5 метров. В целях безопасности скаты горок не пересекаются между собой. Лед самой высокой горки лично испытал начальник управления ЖКХ Благовещенской администрации Сергей Казанцев. Лед на горках будет заливаться каждый день. Утром, ну рано утром, где-то часов в 5, когда самый мороз. Для того, чтобы выровнять несколько скользящих поверхностей. И вот горки для маленьких детей, средние горки. Скаты выложены из ледяных блоков. Для чего? Для того, чтобы не так изнашивалось это все. Потому что слой блока гораздо больше, чем слой наливаемой воды для замерзания. Еще один снежный городок открылся в городе Белогорске. На площади имени 30-летия Победы прошли массовые гуляния. На праздник пришли более 300 жителей. В Белогорске оформление городка посвятили чемпионату мира по футболу 2018 года. Здесь умельцы смастерили 8 снежных фигур. Кроме того, на площади городка разместили две горки для детей и 15-метровую ель. Одаренные и талантливые дети области побывали на губернаторской елке, которая прошла в Амурской филармонии. В субботу около 200 ребят с ограниченными возможностями приехали на сенаторскую елку. На новогодний праздник пригласили более 200 детей от 5 до 15 лет. В утреннике приняли участие общественные организации, детские дома и социальные учреждения. Сенаторская елка проводится уже второй раз. Мероприятие снова организовали по инициативе члена Совета Федерации Александра Суворова. Для приглашенных устроили яркое сказочное представление. Всем ребятам вручили сладкие новогодние подарки. Я считаю, что особое внимание государства, людей вокруг должны им уделяться. Поэтому мы именно елки проводим для детей с ограниченными физическими возможностями. Для особенных ребят, мне кажется, это важно вдвойне, чем обычным детям. Потому что они в течение года стараются намного усерднее, чем обычные дети. Потому что им это трудно, но и радуются. Когда Новый год, и они радуются тоже больше. Потому что как бы заслуженный праздник, заслуженная сказка, заслуженное волшебство. Дед Мороз и Снегурочка поздравили с наступающим Новым годом и детей инвалидов из Свободного. Ребятам вручили подарки, которые им передал спикер законодательного собрания Преамурия Константин Дьяконов. На новогоднем утреннике ребятам показали сказочное представление с участием Бабы-Яги, Снежной Королевы и Сказочной Феи. Вместе со Снегурочкой и Дедом Морозом дети водили хороводы вокруг елки, участвовали в конкурсах. Сейчас в Свободном и Свободненском районе проживает около 500 детей с ограниченными физическими возможностями. В Преамурье таких ребят почти 4000. Дети – это светлые, чистые души. И чем дольше они верят в Деду Морозу, верят в чудо, тем это лучше. И самое главное, у них сохраняется эта вера, что все может в жизни свершиться, всего можно добиться. И это замечательно. А для ребенка, для его хорошего настроения много не надо. От души сделанный подарок – это дорогого стоит. В физкультурно-оздоровительном комплексе имени Солнечникова состоялся рок-концерт. На площадке выступили более 10 коллективов Преамурья. Ведущими предновогоднего рок-шоу стали Дед Мороз и Снегурочка. Вход на концерт был бесплатным. При этом всежелающие могли оставить деньги на достройку спортивного комплекса. Благотворительный рок-концерт в недостроенном спорткомплексе состоялся уже во второй раз. Зрители могли не только послушать музыку, но и принять участие в различных конкурсах. Шоу длилось около трех часов. Всем желающим также предлагали присоединиться к народной стройке. В зале были установлены урны для приема благотворительных средств на возведение комплекса. В итоге, благодаря концерту, было собрано почти 4 тысячи рублей. Офицер Двоку написал оду Владимиру Путину. Полковник Дмитрий Радчук сочинил стихотворение о российском президенте. Позже силами военного училища оно превратилось в видеоролик, который уже довольно успешно распространяется по социальным сетям. Владимиру Путину. Простым мальчишкой в Ленинграде гулял Владимир во дворах. Когда-то город был в блокаде. Его отец участвовал в боях. И трудный путь служения отчизне он выбрал сам. Видео сначала рассказывает о детстве Владимира Путина, а затем о его спортивных и политических достижениях. В частности, речь идет о присоединении Крыма и завершении вооруженного конфликта на Кавказе. Автор стихов, преподаватель Двоку, сейчас находится в служебной командировке. Одаренным школьникам Благовещенское вручили стипендии. В этом году из 83 претендентов выбрали 40 ребят. Они проявили себя в учебе, отличились в творческой деятельности и достигли высоких спортивных результатов. Каждый из отличившихся получил 12 тысяч рублей. Средства были выделены из городского бюджета. Стипендия вручается школьникам с 1996 года. Ее получают ребята, у которых есть особые успехи в освоении образовательных программ и научно-исследовательской работе. Это очень круто, поскольку это для меня в первый раз. Я очень горжусь этим. Я считаю, что это высокая награда для меня. На что планируешь потратить стипендию? Я планирую отдать ее родителям, поскольку они главные люди для меня, которые помогли мне в этом достичь. Когда вы были все в детстве, мы все были в детстве, мы всегда ждали чуда. А для этих ребятишек чудо, наверное, особенное, потому что свое чудо они сотворили своими руками. Это ребятишки, которые прославили наш город, нашу область в области искусства, научно-исследовательской деятельностью, спортивной деятельностью. Ребята очень талантливые, очень много трудились. И поэтому правильно, что в канун Нового года им вручается денежная премия. Эта премия в размере 12 тысяч рублей. Возможно, кому-то покажется сумма небольшой, кому-то, наоборот, маленькая. Но вопрос даже не в деньгах. Вопрос в том, что это первые заработанные своим трудом деньги. Хореографический ансамбль «Ровесники» вновь попал в Книгу рекордов России. На этот раз за самое большое количество родственников танцующих в одном танце. Рекорд был установлен в апреле. Тогда ансамбль устроил грандиозный концерт в честь своего юбилея. В первом номере на сцену вышли ровесники всех поколений. Разница возрасте между самым старшим участником танца и самым юным составила 59 лет и 7 месяцев. И за это достижение коллектив попал в Книгу рекордов России. Еще один рекорд ансамбль – самый многочисленный детский коллектив. Мощи Александра Невского привезли в Благовещенский храм, который расположен на переулке Релочный. Святыня пробудет в областном центре до 7 января. За все время своего правления князь Александр Невский не проиграл ни одного боя. Так он стал покровителем всех воинов. Как правило, прихожане просят у святого мужества, мудрости, отваги и исцеления. После 7 января мощи Александра Невского будут перевозить по приходам епархии. Юные хоккеисты Благовещенска стали серебряными призерами Международного кубка дружбы. В соревнованиях участвовали около 140 ребят из Хабаровского края, Иркутской области, Свободного и КНР. Турнир прошел среди спортсменов 2007-2008 годов рождения. Первое место в турнире второй год подряд одержала команда «Трансбуркер» из поселка Ванино Хабаровского края. Вторыми стали ребята из Благовещенского форварда. Третье место завоевал «Союз» из Свободного. Кроме кубков, победителям также были вручены награды лучшим игрокам каждой команды. На этом у меня все. Более подробную информацию об этих и других выпусках смотрите в социальных сетях на страничке нашего телеканала в Фейсбуке или в Одноклассниках. Заходите также на сайт amurobl.tv. Я же на этом с вами прощаюсь. Всего хорошего и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин